всем привет друзья сегодня у нас на море мы не едем сегодня занимаемся домами делами домашними в общем чтобы понимали чем мы занимаемся на выходных когда никуда не едем сегодня занимаемся вот этим драконом надо переобуться резина зимняя стоит надо переобуться на летнюю сделать развал потому что начал поджирать у нас переднее левое колесо сейчас едем на развал потом наши на монтаж загрузили резину он она в пакетиках валяется алексей то всем привет у нас не такой будет мини мини вложек не сегодня это и сегодня и завтра будет ну да ну сегодня у нас такие дела как мы вчера на стриме говорили кто смотрел то не смотрел нас из пятницу сегодня надо переобуть машину это задача минимум надо давать развал сделать ну вот это минимум я говорю как я всегда говорил за значенные деньги которые я собираю тут вот бушная резина на что хватило купить час узнаем сколько стоит развал схождения переобувка с балансировкой и собственно я чувствую что донаты кончатся надо заскочить в один строительный магазин посмотреть для нашего проекта расходные материалы потому что нашелся один подписчик который говорит не надо вам в банк я вам займу сумму которая вам необходима ну поскольку знаете в моем возрасте быть балаболом неудобно то сначала надо так сказать посчитать все возможные риски чтобы как с чеком договаривались отдать ему деньги вовремя поэтому сейчас проедем посмотрим то что нам надо из заходников если все будет хорошо тогда мы с чеком состыкуемся он займет нам денежки вот такой план действий а потом саня сказал обязательно заехать за мойку в конце концов обаловать фиксика и помыть его а то у нас с осени не мыты мы зимой смысла нет машину быть хотя бы кому нет ни разу не мыли 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 один раз начали что весна началась сейчас помоем понедельник дожди так что все в порядке ну хотя бы внутри надо брать внутри она ну очень грязная все едем но вы с нами ребят вот такой то покажем полностью два выходных так как завтра мы еще есть какие дела потом мы собираемся съездить в деревеньку у пожарить может сосисок или шашлычка какого-нибудь у нас там есть товарищ хотим поехать к нему у нас там есть свои определенные вопросы мы порешаем а вы просто покатаетесь с нами посмотрите как в крыму весна проходит как все зеленеет потихоньку и начинает свисти суд разу я пока едем на развал схождений это все это все это все Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, ну что, добрались, где развал нам сделают, сейчас заедем, загоним машину, сделаем развал, потому что я вот прям даже спереди вижу, как левое колесо сожрано, не считая того, что это зимняя резина, сожрано просто в хлам. Я вам попозже покажу, в общем, как я сожрала. Ну, а там закончим или что здесь интересного увидим, включимся, покажем. Ребят, короче, ситуация такая, что развал надо делать с нами внутри, потому как мы толстые. Идет перевес. Да, что у нас перевес впереди, поэтому развал будем делать, сидеть в машине. Довольно невесело, но что делать, будем сидеть. Странно, как американцы сделали машину, которая рассчитана по 70 килограмм на водителя и 70 килограмм на пассажира. Стандарт. Стандарт, а это мировой стандарт. Странно, как сошранцы из него выглядят. Включаешь программу, есть программа, положите по 70 килограмм на сиденье. О, как. Ну, а у нас будет по 150 на сиденье, ничего, нормально. Развал мы, короче, будем делать через месяц, потому что из машины мы выходить не будем и жрать тоже. И похудеем до 70. Пока не будем весить 70. Вот так вот, ребятки. В общем, сидим, ждем, пока в машине. Ну, хорошо, хоть сидеть удобно. Сделали нам развал, колеса действительно смотрели в разную сторону. Развал делают отлично, быстро, аккуратно, все четенько. Раз нам еще так повезло, что мы, да, что мы не вот такие. Повезло, что мы не такие. В общем, сделали, взяли визиточку, познакомились с парнем, отлично поговорили. Поспрашивал у нас про блогерские дела. Что к чему, мы первый раз здесь нам посоветовали, мы приехали. Ну, пока не пожалели, вроде все в порядке. Сейчас заедем еще на ТО. Ну, на станцию техобслуживания, где машина, в принципе, все время обслуживается. Есть пару вопросов у нас. Сейчас все урегулируем и поедем искать шиномонтаж. Потому как шиномонтаж, который мы думали, оказывается закрылся. Нам сейчас как раз этот мальчик искал, говорит, а его там снесли вроде. В общем, мы сейчас поедем где-то найдем шиномонтаж. Он нам, в принципе, сказал, где найти шиномонтаж. Сейчас мы поедем там найдем его. Ну, и как-то вот так. Вот по такой дороге надо добираться, короче, до шиномонтажа. Ой, вернее, до СТО до нашего. То есть пока доедешь, проверишь всю ходовку 100%. Как работает и все работает ли. Не знаю, эффект плацебо или нет, но руль, по-моему, стал крутиться гораздо легче, чем крутился до развала. Наверное, в этом есть какой-то сакральный смысл. А да, ребята, мальчик залез под машину, говорит, слышишь, ребята, где вы на ней ездите? Мы типа, а что такое? Ну, мы же типа вот снимаем там, по Крыму ездим. А помните, мы ездили в Синапно, там, где мама высказывала свои фи, вот эти все. А он говорит, так у вас там кусок глины, говорит, такой висит. Я говорю, ну, вот так, по местам боевой славы проехали. Вот так вот. В общем, добираемся. Так, ребятки, заехали. В общем, выезжаем. Все решили, оказывается, масло, то, которое Саша Баскет нам презентовал. Еще раз спасибо, Саня. Спасибо, Саня. Если будешь смотреть. В общем, это масло. Написано, что синтетика, но вот заехали к специалисту. Он говорит, 10В40, в принципе, можно лить и синтетику. У нас залита пол синтетика. А он говорит, лейте, ничего страшного не будет. Все, типа, в порядке, можно лить. Так что еще один вопрос. Отпал с маслом у нас. Но вроде пока доливать там не надо. Ну, я смотрел, вообще оно стоит на минимуме. А, дольем чуть-чуть. Так что теперь едем на шиномонтаж. Вот такие вот ребята в ГСК дороги. То есть, везде дороги делают, кроме как в ГСК. Ну, так как ГСК должно само себе делать дороги. А народ тут даже за гаражи, оказывается, нет. За свет даже не платят. Даже за свет не платят. Поэтому дороги вот такие. Едешь и плачешь. А все это из-за доброты душевной. За идеи надо отключать. Сделаешь вот так развал. А потом на такую дорогу заедешь в ГСК. И думаешь, блин, надо опять ехать делать, по-моему. Потому что, ой-ой-ой. Не, не проверяешь. Хорошо ли там затянуты все болты и гайки. Это ужас просто, а не дороги. Подъезд ГСК, вот где я первый раз показывал, когда мы сюда только ехали. Лучше, чем, блин, в самом ГСК дорога. Это просто жесть какая-то. Я работаю. Я работаю. Заехали к Петровне на работу. Ну да. Сейчас поговорим. Все там есть, да, работа? Потихоньку идет. Так, ребят, ну что, заехал Петровну, проведал, работает. Молодец. Зарабатывает нам на новую резину. Или как вы там обычно говорите, что она нас содержит. Одна работает, а мы катаемся, едет целыми днями. Так что все круто. В общем, сейчас едем вот по Залесской, спустимся на Севастопольскую. И поедем на Данилово. Здесь доехали наши на монтаж. Только по записи. В общем, ну сейчас же, понимаете, сами все переобуваются на зиму. Так что мы сейчас едем на Данилово. А есть там еще один у нас шиномонтаж. Мы там делали уже, ну, клеили колеса. Мы очень надеемся, что там нет записи, нет очереди. Да, балансировали там задние колеса. И заклеивали там у нас в одном дырочка была. Но мы думали, что в одном, а он когда снял второе, тоже в нем дырочку нашел. Так что... Это же Залеска? Да, это Залеска. Так что мы едем сейчас по Залеской вниз и на Севастопольскую. Залеска. 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 Вот, ребятки, доехали до Севастопольской. Востопольская сейчас чики-чики и поедем в тихое, спокойное место. А то вот от этого движника в городе прям аж голова пухнет. Я же знаете, как город, ну, в город не выбираюсь, и светофор не работает, да. Обычно где-то выскочили на объездную и уехали из города. Так, в городе бываю редко, и вот это ездить по этим пробкам и по всему вот этому движухе прям аж, воу, ужас. Короче, на шиномонтаж заехали, очередь, на понедельник, короче, запишемся, сегодня на понедельник, потому что раньше нет. Объездили, ну, несколько шиномонтажей, везде очередь, где-то на вторник, где-то на четверг, а сегодня суббота. Так что записались на понедельник здесь, а сейчас пойдем посмотрим, новая резина, склад такой. Вот такой, RS Auto называется, пойдем посмотрим, выберем себе резину летнюю, может быть. Возьмем два новых колеса. Вот не нравилась мне резина, Саня мне не верил. Вот теперь и специалист подтвердил, что она фонаревая. Это не так, там вот из четырех колес два можно выбрать будет нормально, и чтобы на сезон хватило. Ну, пойдем сейчас посмотрим новую резину. Вот так, ребят, зашли и узнали, почему резина. Нам на передок два колеса, 2 900 за колесо. Ну, 3000, сюда. Ну, грубо говоря, 3000 колесо. Вот два колеса, это, грубо говоря, 6000, только на передок поменять. Но попробуем сначала наши поставить, выбрать из наших четырех два хороших. Потому что задняя-то терпит, я же говорю. Задняя у нас зимняя, она как бы, ну, еще неплохая. Переднюю вот то, что сожрало из-за развала. А, и фанеру нам надо посмотреть. Сейчас. Да, задняя выглядит. Задняя отлично. В общем, вот такая вот история. На понедельник записались. Вот она такой. Да. И в понедельник посмотрим этот вот. Ну, может быть, купим новые колеса вперед. Пока смотрим. Записались мы на понедельник на 9 утра. Алексей по яйцам, я пойду на работу. Съездит, заберет. Посмотрели там доски ему кровать подделать, надо переделать немножко. Доски тоже нашли, так что он в понедельник и доски купит, ему и порежут. Там сразу. Хочу прыгать на кровати. Да. В общем, сделайте кровать такую, что можно будет, ну, танк на нее складывать. В общем, все решили, сейчас едем в новоцентр. Ну, и вам покажем еще магазин такой довольно интересный. Если что, включимся там. Ребята у нас, смотрите. Махнули запаску на нового пассажира. Поменяли Иру на резину. Я, говорит, с вами прокачусь. Нам еще в одно место надо съездить. Ну, сейчас в магазин, а потом еще в одно место заехать. Ну, увидите все. Поехали, говорю, прокатимся. Поехали, поеду с вами. Зашла в машину, две минуты посидела. Брык. Ну, а что сидеть и не пропадать? Так, поваляться можно. У нас, ребят, улицу одну перекрыли. Три улицы, да. И, получается, ездим окольными путями. Хотели всех напарить, как всегда. Вот так вот, да. Думали, мы самые хитрые. А они, оказывается, позакрывали. Вот такие знаки поставили, что везде объезды. И приходится возвращаться обратно. И везде теперь в этом районе стоят пробки. То есть, ну, сами понимаете, когда центральную такую проездную улицу перекрывают для того, чтобы ее отремонтировать, везде пробки. Ну, да, Козлово перекрыли, переулок Русский перекрыли, вот этот кусок. Вот, видите, переулок Русский перекрыт. И, получается, туда дальше на Козлово не попасть. И едем. Сейчас будем выравнивать. Только из города можно здесь вот ехать. Будем прорываться сейчас на Севастопольскую, по ней поедем. Вот как выглядит сейчас улица Батурина, по которой, блин, две машины в год обычно проезжают. Видите, когда перекрыто все. Все хотят прорываться на Севастопольскую, и выглядит все вот так. Да, поездка обещает быть долгой. Хорошо нам возвращаться обратно по объездной. Может, заедем на пивзавод. Может быть, заедем на пивзавод, а может, нет, посмотрим. Но возвращаться будем по другой дороге, и это радует, потому что здесь просто жесть. Это 5 километров в час. Тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер. Ну, в общем, неалек. Севастопольская. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В общем, деревяшек здесь много, сейчас мы походим, посмотрим Сам магазин, ну сами понимаете Где-то там у него начало, где-то далеко-далеко Как Алексей объяснял «Симон» Вот это четвертый сорт В общем, ребята, мы ничего не нашли, потому что нам надо, но примерно кое-как нашли Проблемы с фанерой, и с фанерой первого сорта проблемы, и с фанерой высшего сорта тоже проблемы Ну, правда, да, потому что фанера самая хорошая такая второго сорта есть На материке она есть, у нас, наверное, ее не заводят из-за цены Наверное, квадратный лист стоит, ну, 800 рублей Да, полтора на полтора метра, грубо говоря, он стоит 760, да? Ну, грубо говоря, 800 рублей Можно предположить, что фанера высшего сорта стоило бы, ну, я так думаю, в два раза дороже полтора Вот так А, вот сейчас пойдем еще электроинструментом, там, какой-то надо посмотреть Да, общего развития, хочу посмотреть, сколько стоит ртулочная пила и этот, фрезер ручной И ручной фреза Фреза, да Вон они, электроинструменты, профи-центр, сейчас посмотрим Да, сейчас зайдем все-таки в сад-огород Вспомнили, что нам надо это Да, Лехе нужна, псикалка, знаете, такое Накачиваете, а оно водичкой Ручной полерилизатор, распылитель, как так его называют Короче, вот такую штуку Я говорю, так вон они стоят Подходим, а это электрические, самые дешевые 3200 Розеткой третя в голову, вырабатывая вот так и поливаете А знаете, удачу, выходит, машина стекло грязная Чтобы вы не станок подщелкали, щетками Уторы вот промыть Вот эта штука, самый оптимальный вариант Накачали, с багажника достали, фук А мыли, а потом уже дворники омыли омыли святой водой омыли вот так вот сейчас зайдем в сад огород я вам покажу немножко садовый центр вот так вот выглядит садовый центр ребят для любителей сада огорода это просто какая-то заоблачная фигня тут и семена и что такое нет и цветы и живые а тут все живые же там фонтан посреди распылялки я думаю в той части нет фонтаны в общем вот такой магазин его смотрите в мандарины растут круто как мандарины настоящего ребят не пневник не верите серьезно говорю мандарин растет мандарина здесь вот тоже мандаринки растут можете прийти купить вон еще мандарины и выращивать дома купили легкий поливалку теперь он довольны с поливал как этот теперь он добрить начнет он почему такой злой был потому что у него поливал кинем а теперь он сразу добрить начнет в общем поливал вы купили за лире сэндвичи с пепс и стекла он будет ей вытирать понимаете вот о чем и стекла можно помыть и опять же где-то если с грязи выехала нас водой можно быстренько под давлением сполоснуть опыт чтобы бомбашину не низкий а также диски быстренько обработать чтобы на с грязью чтобы не ехать в общем такая вещь довольно таки нужная она конечно не керхер но тем не менее штука вещь хорошая так что вот такой вам лайфхак покупайте просто нам объем большой не нужен мы взяли литровый а так они там все два-три-пять что такое ну все сейчас едем сейчас кормим иру и едем в деревню в какую не скажем в общем едем в деревню там должно быть очень симпатично так что смотрите дальше уверен будет интересно а